Всем привет! Наше путешествие на озеро Святое началось с этого. Друзья, встали мы короче, не можем выехать. Закопались. Не знаю, придется звать кого-то. Но по итогу все обошлось, и мы благополучно выбрались. А озеро, на которое мы направляемся, располагается в Брянской области, в Дядьковском районе, недалеко от села Домашова. Ну что, наше приключение начинается. Вот мы оставили машину и еле-еле доехали. Дорожка тут не из лучших, потому что целую ночь шел проливной ливень. Просто целую ночь. Только на утро распогодилось, и мы пошли, и мы поехали точнее. Сейчас идем. Вот видите, здесь, конечно, жесть не пройти. Вот нам приходится искать всякие обходные пути. Но вначале еще хорошо, тут все протоптано. А вот что будет дальше, это вопрос. Да, вот эта дорога. Я не ожидала, что придется идти через это. Ой! Снова упадешь, и телефон у вас ушло. Да! Нет, главное не потерять мою камеру. Самое главное сейчас. По пути к озеру мы проходим заброшенную деревню Озерки. На картах она еще обозначена, но признаков жизни тут и в помине нету. Ни домов, ничего, абсолютно. Только вот, видите, разваливающаяся лавочка возле дерева. Но это, видимо, путешественники или лесники сделали. Но людей тут уже давным-давно нет. Итак, по лесу мы шли около часа точно, причем без остановок. А там дорога на Умысличье. По пути мы встретили вот такой указатель, и это был знак того, что мы идем правильно. Ну и, конечно же, от указателя мы следуем в сторону озера. Уже почти пришли. Кстати, по пути мы встретили огромное количество строчков и сморчков. Эти грибы полностью усыпали дорогу до озера. Конечно, у строчков. Так. Сейчас. А пока мы высматривали строчки со сморчками, сбились немного с пути, тут немного такая болотистая мислость. Пробираемся. Вот, посмотрите, лес повален. Тут ведутся, кстати, вырубки лесов. Конечно, не прямо гигантскими площадями, то есть как-то прореживают лес. Но все равно видны эти следы машин, которые постоянно его вывозят. И мы неоднократно замечали, как его отсюда везут. Вот, в частности, вот прямо сейчас, когда мы ехали, за нами ехал лесовоз. К сожалению, этот лес вот сейчас страдает от этого всего. Надеюсь, скоро это прекратится. Так, а я что-то не могу понять. Мы за дороги сбились и не можем найти, хотя вон вроде сейчас выйдем. Проходим немного дальше. Табличка. Очень старая. Охота без путевок и потаска собак запрещена. В общем, табличка еще советского периода. Я думаю, сейчас за этим навряд ли кто-то следит. Хотя, может, и следят. Вот честно, я не знаю. Но табличка такая тут висит. Ну вот, наконец-то, мы и выходим к озеру Святому. Видите, виднеется за деревьями все поля. Все поля, все деревья окружены медуницей. Вот, кстати, вначале, как только начало виднеться озеро, по большей части была медуница, росла. А вот чем ближе к озеру, тем больше вот такого растения. Но, честно, я пока не могу сказать, что это такое. А потом посмотрю дома. Ну вот, как-то сменяют друг друга растения по пути к озеру. Деревья тут в омху почти все. И мух, я обратила внимание, растет в сторону. Именно в сторону по направлению к озеру. Вот вы можете увидеть, это тут, к примеру. Ну, конечно, камера это не совсем то. Может, и не очень хорошо передается. Но это вот мои наблюдения такие. Ну что, пойдем смотреть поближе. Что не сделаешь ради видео. Пробираюсь по этому бревну. Дерево очень в тему тут, конечно, повалилось. Что можно пройти и посмотреть. Посмотреть на это озеро вблизи. Потому что, вот смотрите. Тут, конечно, можно сказать импровизированный берег. Но он весь заболочен. То есть, не пройти в него. А дерево прям четко упало, как нужно. Давайте смотреть. Кстати, не одно дерево тут повалилось. Почему-то. Интересно. Как-то они так все повалились. А может, их специально сюда. Ну ладно. Это такая загадка. Ответ на который, я не знаю. Только что тут прыгнула лягушка. Вот. Смотрите. Вот это озеро. Оно действительно выглядит круглым. И есть же еще круглое озеро. Другие круглые озера в Брянске. Вот на стоянке Виноградово круглое озеро. Есть озеро Бездонное. Тоже круглой формы. И вот еще одно. Озеро Святое. Также круглой формы. Почему они все такие ровные и круглые? Большая загадка. Многие люди, не могу сказать ученые, связывают это с НЛО. Но я не придерживаюсь этого мнения. Но однако вот такая версия тоже существует. Знаете, вот я тут стою. И все шубаршит вокруг. Просто все лазят. Ну я имею в виду, вся живность сейчас вокруг меня лазит. Все трещется и квакает. В общем, вот так. Но действительно, озеро круглое. Да, абсолютно идеальной, круглой, возможно, овальной формы. Ну и, конечно же, мы устроили маленький привал. Вот как же можно обойтись без этого, особенно в таком живописном месте? Ну и, конечно, еще раз отмечу необычайную природу в этой местности. Потому что благодаря влажности, которая дает озеро Святое, уже в начале мая распустилось, выросло буквально все, что только могло. И грибы, и сморчки, и строчки, и ландыш, и еще какие-то растения и цветы, которые мне не особо известны. Но цвета, которые там были повсюду, они просто поражали. Очень яркие цветы, и очень яркие цвета, запахи просто невероятны. Смотрите, какие они огромные, ребята. Вот это да! Смотрите, здесь и рядышком еще здесь. Ну, прям вообще великолепные строчки. Тут очень влажные места, поэтому они такие большие вырастают. Огромные прям вообще. Смотрите, какой сочный трутовик. Я, если честно, впервые вижу, что трутовик вот так вот в нижней своей части пускает сок. Ну вот, правда, впервые такое вижу. И какой он тут просто огромнейший. Но, видимо, тут вот достаточно влажности для этого гриба, чтобы он еще вот это все делал. Сместно, столько саркассы, слышишь? Столько саркассы. Как еще раз? Саркассы. Вот, саркассы эти грибы называются. Очень большое количество. Они выглядят жутко, я бы сказала жутко. Такие красные чашечки. Да, но эти грибы тут везде. Идем мы по пути. Полно саркассы. Вот. Вот это размеры. Огромные просто саркассы. Я таких еще не видела, если честно. Мы много саркассы повидали. Но они не пахнут, как грибы. Так нейтрально пахнут. И по вкусу они такие нейтрально пахнут. Дорога назад была не менее сложной, чем туда. Мы шли опять-таки через огромное количество гигантских луж. Но это все после ночного ливня. А по пути нам даже еще удалось собрать чагу. Кто не знает, это такой гриб, растущий на березах, из которого делают чай. Только перед тем, как пить чагу, обязательно изучите ее свойства, потому что она может сильно понижать давление. Так что почитайте заранее. Мы еле-еле вышли в машине. Кажется, начинается очень сильный ветер. А в лесу очень тихо. Идти просто невозможно. Сносит нас.